Так, добрый день, начинается у нас трансляция Играет у нас Род против Джоли Продолжается у нас Anak Major Единственное, что можно, наверное, сказать про этих двух ребят Один раз я видел Рода в каком-то матче По-моему, незначительного турнира По-моему, я даже сам с ним играл В каких-то квалификациях Джоли я совсем не знаю, если честно Ну, оба парня не медийные В любом случае, это уже раунд третий То есть 64 человека осталось Поэтому вот этот матч идет по очереди И, собственно, мы смотрим именно его Интересная Рога у нас с Браном Действительно прикольно Такого я раньше не видел Ну и против Роги у нас стандартный Мурлок Паладин Хотя уже есть ментальный техник А это необычно Действительно необычно Я не припомню, чтобы другие игроки использовали Мурлок Паладин Техника Так, ну что Пока у нас ничего особенного не происходит Стандартная игра Начальная Ах, вот у нас какой-то Рог У нас такой Рог, который У нас Может сжигать карты Ну Против Мурлока Паладина Это очень даже достойный матчап Который имеет место быть И Ну, возможно, есть Отличные шансы на победу И понятно теперь Почему здесь Бран Ну, посмотрим Посмотрим Действительно, наконец-таки Интересные матчи Угу Что у нас тут разыграет Паладин Ну что, будет ли это Полководец И Сила Героя Или же что-то Другое придумает у нас А сразу же добор На самое максимальное количество маны Не смущает Это у нас Паладина В принципе, у него много ХП Ничего он здесь не опасается Единственное, чего здесь нужно Ему опасаться Это того Что он не знает Что это Милрога Ах Ну, можно было, наверное Как-то понять Но До середины игры Это сделать практически невозможно И вот он Сейчас понимает Джоли улыбается Действительно Есть чему улыбнуться Сжигаются Раз Два Ну, пока ничего особенного Не Сгорела Если уж на то пошло Сказать честно Пока все Неплохо Но нужно сейчас Выкидывать максимальное количество карт Прямо сейчас Избавляться Еще и Трусильвер Трусильвер тоже не самая Страшная потеря Ну что, Думсейр Трусильвер И два Эмбрана Наверное Это Неплохая игра В данной ситуации Классно Классно Очень интересно Всегда наблюдать На турнирах Когда приносят Необычные колоды Тут уже постоянно Зоулок Друид Нет Нет никаких Зоулок Друид Сейчас все у нас По-серьезному Сейчас Это Милрога Избавляется он От Думсейра Не хочет Чтобы его Существа Так Быстро Погибли Ну что Я здесь Сейчас Возможность Выставить Деслорда Но по-моему Это было бы Здесь Слабовато Все-таки Через АОЕ Не очень здорово Бы получить Какое-то лишнее Существо И плюс Уже и так Три существа На столе У Роги В принципе Четвертая Здесь наверное Лишняя Ну что Нужно сейчас Подумать Для Мурлок Паладина Как разыграть Здесь Все это Получше Улыбается у нас Парень Рот Как-то он такой Слишком улыбчивый Вертится у меня Плохое слово На языке Но Я не буду Если честно Он очень похож на Парня с Нетрадиционной Какой-то Ориентацией Но Да ладно Да ладно Не нам судить Ну возвращать это Все дело в руку Конечно Не очень Приятно Будет Еще раз Сможет Залететь Это все В лицо Тут уже Жизни Не так Много Тяжеловато Сейчас Решение Наверное Нужно Объясчил вам Мурлока Полковод Если не будет Разыгрываться Ваня Разумеется Может быть Как-то Своих Существ Отдать Ну Отдать Двух Сержантов Потом Разыграть Ваниш Ну в общем Посмотрим Что у нас Выберет Рот Я Очень Очень давно Не Практиковался На мил Роге Видимо У нас Будет Ваниш Классная Колода Конечно Классная Надо Сколько Уверенности В себе Чтобы привести Именно Ее Такой Турнир Возвращает В руку А это значит Что они Не умирают Ах Ну сейчас Очень много Заходит Урона Сейчас На 6 Наверное Побежит А нет Разыграет Опять Именно Этих Двух Мурлоков Просто я думал Что он Двух Маленьких Сыграет Ну вот Решил А Один В смысле Двух Полководцев И одного Маленького Так бы Просто Получилось 6 Урона А не 5 Решил Сыграть Тех Двух Может быть Хочется Чтобы они Быстрее Умерли Ну и Что в ответ Тут Очень Очень Непростая Ситуация Я бы Сказал Ох Да Неплохой Наверное Матчап Все таки Для Милроги Но Здесь Так Получилось Что Слишком Быстро Потерял Он ХП Своё Это Не очень То и здорово Ну что Как я понимаю Под контроль Вот он Да И умирает Ульдаман Очень Очень Хотелось Наверное Роду Увидеть Мургал Вратность Которая Сгорит Но Это Не Она Ну что Бэкстап Деслорд Хочет Выставить Деслорда Боится Умереть Уже Буквально На этих Ход Ну видно Род Сейчас По его Глазам То что Не до конца Тут все Правильно Не то чтобы правильно Не то чтобы Не все продумал Наверное Вот так Можно сказать Да Еще у нас Выходит Маленький Мурлок Это летал Ну ладно Не получилось У нас Милрога Выиграть Но Мы Видим ее Еще раз В любом Случае А это уже Приятно Классно 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 Что игроки Играют Вот такими Подобными Колодами Это очень здорово Ну Ждем Ждем Следующую Партию Так Пока Настроимся Угу Тут у нас Что-то Похожее Наверное Лока Против Зулока Причем Демон Такого Демон Зуа Что-то Гибридное Уже Сколько Разновидностей Мы посмотрели Даже на этом Турнире Просто Диву Даешься Не очень Удобный Старт У нас Для Зулока Вообще Ничего Не разыгрывает Ну В принципе Это понятно Можно Разыграть И ганг Босс На следующий Ход Можно Подождать И сыграть Как-то Иначе Может Через Волка Но Через Волка Не хочется Начинать Да Через Ганг Босса Все-таки Получше Уже От него Можно Оттолкнуться И волка Под него Сыграть И бронячий Сержант Под него Сыграть Ну Здесь Рено Рено Будет Тапаться Тапаться До Последнего Ну Здесь Нечего Сыграть Я думаю Тап Просто Прекрасное Решение Неплохой Ход Заходит Элиза Можно Будет Ее Выставить На Четвертый Дроп В принципе Мана Кривая Мана Кривая Есть Единственная Проблема В отсутствии АОЕ И это Действительно Может Стать Проблемой Рано Или Поздно Ну Что Элиза 3-5 Смотрится На столе Сейчас Довольно Таки Неплохо Да Действительно Разыгрывает Унамин Ее Но Здесь Элиза Проживет Недолго Умрет Она Возможно Ого Так Вот тут Войтерор Я вообще Давно Не видел Уже Наверное Годы Как пол Наверное Сейчас Он будет Сыгран Под преуполняющую Мощь Элиза Будет Убита Единственное Зацепит ли он Импас С собой Зацепил Что 8 8-7 8-7 Есть БГХ Поэтому Это не самая Большая проблема Ой Заходит Рено То есть В этой партии Еще Зоолоку Придется Очень Не очень Туго Не очень Много Придется Сделать Чтобы Выиграть Мортал Коил Да Заходит БГХ Джоли У нас тут Велплей Ну Сложно Сложно На самом деле Здесь будет Зоолоку Но Пока Нет ОВЕ В принципе Все еще Возможно Ну что Импло уже На сколько На 3 Средний Показатель Неплохо Ну что Наверное Сначала Нужно Добрать Все таки Карту А потом Уже Выставить Белчера Не хочет Он Тратить Лик Тлена Даже Один Нет Нет Все таки Просто Хватался За карты Но вот Теперь Уже Нужно Разыграть Того Самого Белчера Если он Будет Разбиваться Нерубом Есть еще Один Лик Тлена Под контроль Мы Видим Что он Сыграл Именно Лик Тлена Тот Который У него Встроен В колоду Не тот Новый Чтобы Даже Невозможно Было Догадаться Что Сейчас Есть В руке Еще Один Да Неплохо Было Сейчас Увидеть Ауе Здесь Просто Отлично Любое Даже Демонический Гнев Который Бо Не убил Импов Зашел Бо Здесь Вполне Себе Неплохо Но Посмотрим Что Принесет Мотл Койл Аргус Ну все Наверное Нужно Выставлять Статы Это Или Или Хочется Еще один Добор Сделать Но Добор Конечно Смотрится Здесь Так себе Потому что А нет Есть Тут У нас Закуски 3.5 В принципе Неплохо Смотрится 5 жизней Даже Лучше Чем Харрисон Которого Всего Лишь 4 Есть Молганес Молганес Сейчас В руке После того Как умрет Войт Колер Молганес Призовется Ну Агрессия Набрано Нужно Сейчас Что-то Делать Как-то Бороться Ах Что же Делать Что же Делать Есть Есть У нас Круговерть Пустоты Ну Что Наверное Нужно И таунт Вешать Тогда На Турисана Тут Можно Умереть Всего Лишь 4 урона Не хватает У нас Зоолока Долетала А Кстати Они Есть В руке Сейчас Я В этом Немание На Двух Сержантов Ну Вот Так Возможно Еще И Не Умрет Бум 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 Ну Что Вопрос Только Лишь В том Выпускать Сейчас Молгайнеса На стол Но По-моему Это Будет Чересчур Можно Его Легко Решиться Все Так Джоли Должен Понимать Что Какие Туи Нужно Обыгрывать Сейчас Довольно Так Непростой Ход Молгайнес Все Так Выходит На стол Рот Махает Головой Видимо Ему Нравится Все Что Здесь Происходит Причем Еще И Умирают Пауки И Гигант Еще Приходит Ну Гиганта Наверное Здесь Вот Здесь Разыграть Будет Немножечко Странной Игрой Да Он сам Пишет Что Это Ошибка Да Действительно Похоже На Ошибку Ребята Ну Что Вы Играете В таком Классном Турнире Уже 64 Человека Осталось Что Это За Мисплей Странный Ну Даже Как-то Обидно Становится Немножко Ну Да Ладно Играют Как Играют Но Все Все Очень Интересно Ладно Продолжим Будут Еще Возможность Как-то Камбэк Нуса Выиграть Тапается Приходит Бран Ну Бран Все Так Конечно Не даст Ничего Особенного Так Рено Нужно Уже Разыгрывать Это Рено Хилит 22 22 ХП Очень Много Действительно Очень Много Еще Два Мпа Нет Никаких АОЕ Я думаю Это ГГ Нужно Уже Писать ГГ Ушел Молганис Ушел Бумс Считай Практически Собственно Здесь Камбэк В эту Игру Практически Невозможно Уже Много Карт Пролистал У нас Рот То есть Прокрутил Свою Колоду Поэтому Шанс На то Что Есть АОЕ У него В руке Довольно Такой высокий Как мы видим Есть Хеллфаер И Тут Уже Будет Камбэк Очень тяжело Ну что Разыграет Еще и Аргуса Под Хеллфаер Нет Видимо Научен Горьким Опытом Но уже Поздно Если честно Уже Поздновато Довольно Таким Ну что Есть Хеллфаер Но Наверное Здесь Стоит Его Приберечь Как то Без него Управиться Можно Выставить Сильного Дракона Или Обычного Дракона И сыграть Имплоужен Ну вот Наверное Дракон Имплоужен Смотрится Вполне Себе Неплохо Да Видимо Как то Так он И хочет Сыграть Но только Немножко Другого Дракона Чтобы Имплоужен Выдал Побольше Да Сначала Нужно Разменяться Потому что Имплоужен Может дать Вплоть до Пяти Импов Ну вот Тут Опять же Немножко Странновато Нужно было Сначала Да Ударить Действительно Понимает Он что Это небольшой Мисплей Сам это Пишет Выходит Ну я думаю Сейчас просто Будет Спамиться Стол Ага Уже Просто В лицо Бьет Ну В лицо Тоже Пытается Сгенерировать Урон Максимально Возможный Ну Не знаю И Сейчас пропустил Еще один Урон Как-то Джоли Не доигрывает И первый парень Не доигрывает И второй парень Не доигрывает Ну Джоли Хуже Мне кажется Здесь на много Смотрится Много В его Игре Мне не нравится Ну Много Сказал Даже Я не понимаю Много Каких-то Нисплеев Недочетов Не доигрывает Не доносит Урон Ну Видимо Волнуется Действительно Турнир Возможно Один из самых Крупных В его жизни И Тут есть Над чем Поволноваться Сейчас За ним смотрят Очень много Игроков И Действительно Есть повод Поволноваться Что Выходит Огромный Огромный Твайлайт Драгон 4.11 Постоянно Пишет Велплей Лучше бы он думал Вместо того Чтобы Велплей Писал Если честно Писать Посмотрим Что у нас Будет добирать Стапов Неплохо Недошла Комбо Наверное Нужно В дракона Отправлять Да Или в брана Чтобы зачистить Это все дело Хорошо Идут Кинжалы Решил не выпускать У нас Последнего Сержанта Да Стол Чистится И Собственно Все КГ Дальше уже Смысла Играть Никакого Практически Нету Выйдет Или Харрисон Сейчас Можно в принципе Вызвать Молтона Но Молтона Можно И здесь И не вызывать Потому что Есть одна Гарта в руке У Джоли Рот Видит Что Лок Активно Не разыгрывает Ее Может быть Побаиваются Что там Как раз БГХ Мне кажется БГХ БГХ Уже в темп Вышел Сто раз Надо оставлять Да Оставляет Сержанта В таком Напряжении Немножко Держит У нас Рено А вот Супер Дешевый Молтон И не удивлюсь Если вслед за ним Сразу Пойдет Хил Чтобы Перестраховаться Вдруг Там Переполняющая Мощь Ну То есть Пытается Что тут Это была ошибка Что за Ну ладно Парень странный Не буду Вдаваться в подробности Приставать к нему Да Хил Действительно Вот это уже точно GG Идет в лицо Даже не разменивается Понимает Что это в принципе Не нужно Аргус Аргус может Затянуть Игру Ненадолго Но скорее всего Нет 5 урона И Летал Да Проигрывает У нас Джоли 1-1 Ох Чувствую Эта партия Затянется Ну ладно Досмотрим Конечно же Мне тоже интересно Колода интересная Есть еще Милрога Которую я жду За ней Наблюдать будет Особенно Интересно Все таки Это действительно Милрога Боже мой Я не видел ее На турнирах Наверное Со времен Какого-то Близкона По-моему Первого Там Кто-то Мудрился Привезти Тоже Все удивлялись Или там Был Милдруид Не помню Посмотрел я На госу Геймерс Рейтинги Этих игроков И на самом деле Их в рейтингах Просто нету Значит Это их первые Официальные матчи Может быть Где-нибудь в Америке Конечно Они и светились Но Еще одна Интересная Колода На хрипах Хант Очень здорово Мне нравится Этот парень Род Я буду за него Болеть Интересные Интересные Наблюдатели Оставляют у себя Эту Демонзушку Так Ну и Заход О Рода Неплохой По-моему Все в принципе Великолепно Второй Третий Четвертый Пятый Ну и шестой Гроб Посмотрим Что Элек Еще Элек Дропнет Если Конечно Повезет Селиван У нас Еще в руку Заходит Да Это Неплохо Такой Вот С такими Эмоциями Девичьими Если честно У нас Род Ну ладно Ну что Наверное Да Нужно Сыграть Здесь Наверняка Выпустить Псаря И зачистить Этого Брана Кто знает Что там Придет Сверху А здесь Нужно Тратить Импло Будет Колер Немножко Слабовато Нельзя Пропускать 9 урона Сейчас в лицо На 3 Неплохо Неплохо На 3 Ну что Посмотрим У нас Какой будет Компаньон Миша Один из самых На самом деле Лучше Сейчас Гропов Неплохо Он здесь Смотрится Выходит у нас За 5 маны Гигант И на него Ответа Кстати Такого прямого И нету Хотя можно Разыграть Пироманта Команду Взять И например Отдать Псаря По моему Смотрится Вполне Себе Неплохо Плюс Пиромант Еще Выживет И останется Под стенкой Не играет У нас Ликов Трена Поэтому Пиромант 3-1 Выживет То есть Неплохо Может выйти Как по мне Просто выход Белчера Здесь может быть Немного слабее Ага Не хочет Тратить Пироманта Видимо Играет В этой колоде Метки Охотника И Метки Охотника Будут Предназначены Как раз Таки Под Этого Пироманта Шестая Мана У Лока Уже Можно Выставлять Качественного Войд Колеров Но Хочется Захватить Темп Сначала Тапнулся Конечно Но Тапается После Но И вот Он Высокогриф Саванны Очень Крутое Существо Всегда Было Крутым Я чувствую Останется Крутым Войд Колер И Что И Войд Террор Ну что Как я понимаю Думсейр Все таки А Думгуард Все таки Вылетит Да Думгуард Вылетает И Подконтроливает Очень мощный Ход Получился Безумно Мощный Очень Все Круто Конечно Вот это Комбо Было Одно Из Самых Сумасшедших Тут Уже Не грех Подумать О том Чтобы Пироман Отдать Отдать Но Как я понимаю Зачистить Все равно Не получится Да Зачистить Так просто Может и Не Получиться Даже Если Пиромант Выйдет Гиена Ударится Об Террора Угу Тут уже Все в лицо Да Все уже В лицо Пора Бежать Ничего Сейчас Нельзя Сделать Семь Семь Огромной Тушей Интересно Можно Здесь Наверное Разыграть Джанглера Волка И вот Колера Четыре Существа Конечно Будут Против Собак Смотрится Не очень Здорово Но Как Ход Вполне Себе Вот Как Вне Им Пловжен Похуже Такие Сейчас Четыре Существа Будут На столе А могло Быть И пять И шесть И против Собак Это Смотрится Ну Так Себе Если Честно По Качеству А все Таки Собаки Тут Могут Вообще Детал Давать Если Конечно Играет Трот Их Может И не Быть Их Колодя Кто Знает Все Таки В таких Мид Колодах Да Нужно Уже Хилиться Хилиться И Хилиться Хилиться Все Пошло Не Так Как Нужно Ну Что Может Спасти Даже Не знаю Если Честно Что Там Может Прийти Такое Да Нет Наверное Здесь Уже Не Справиться Я Просто Сейчас Пытаюсь Перемотать Лаве И Придумать Какие Топ Деки Могут Прийти И Спасти Рода Но Что Мне В голову Ничего Не Приходит Собаки Если Есть Собаки Но По Моему Он Просто Не Играет В Этой Колоде Анлиш Ти Ти Пассатиж Три Получается Ти Остается Четыре Пять Шесть И Долетал Не Хватает Да Охренеть Обалдеть Так Подождите Сейчас Надо Что-то Придумать Нельзя Так Просто Сдаваться Надо Будет Разыграть Как Я Понимаю Ренглер Чтобы Он Дал Стоп А Зачем Он Выстрелил Что За Мисплей Что За Мисплей Ну Вы Ж Играете На Таком Турнире Ну Как Я Не Я Сдаюсь Что Это Ребята Верните Мне Страйв Кро Он Не Мисплей Ну Ну Да Ладно Бог С Нем Конечно Прикольно Что Вообще Мы Смотрим За Этими Матчами Это Жесть Какая Необобразимая Ну Мог Выпасть Крошер Мог Выпасть Кабанчик Маленький И Я думаю Приятно Было Ладно Ладно Единственное Что В любом Случа Мне нравится Этот Род Тем Что Колода У него Просто Класснейшая Мне Очень Нравится И Вот Этот Хант Необычный Ну Прикольно Прикольно Остается Воин Я боюсь Представить Что там За Воин У этого Джоли Может быть Все Что угодно Абсолютно Так Загрузки У нас Ну Что Оставляет Своего Ханта И Контроль Воин Да Хант Против Контроль Воина Ну Посмотрим Сможет Ли У нас Устоять Контроль Воин Против Ханта Все Возможно Мне кажется Здесь Контроль Воин Все Таки Посильнее Будет Чем Этот Необычный Хант Посмотрим Все Зависит От Заходов Пока Ну Пока Сложно Что-то Сказать Нет Ранней Игры О Рода Сейчас Выйдет Акалит Который Вполне Возможно Будет Неплохо Разыгран Ну Через Монетку Разыгрывать Сенжина Это Как-то Странновато В чем Смысл Я просто Даже Не Понимаю В чем Здесь Смысл Выходит У нас Сенжин И Зачем Нет Выхода На Четвертую Ману Хорошего То есть Может Монетку Стоило Приберечь Акалит Тоже Бо Несплохо Смотрелся Ну То есть Конечно Взял Темп Нупреждение Четвертая Мана Ну Посмотрим Что Сейчас У нас Стоп Дехнется И Ау Теперь Разыгрывается Акалит Ну Ладно Ладно Просто Минус Монетка Но зато Плюс Два Урона По Ханту Вот Такое Себе За монетку Особенно Когда ты Играешь На контроль Войне Том Спайдер Ну Да Надо Разыгрывать Этого Спайдера Что Остается И Брать Торога Наверное Нужно Брать Я Думаю Никогда Здесь Не Кончатся Карта Чтобы Коррэйджера Сыграть Не Знаем Чего Он Здесь Думает Наверное О том Есть Ли В Контроль Войне Мурлоки Ага Все Таки Решил Взять Статы Получше Подешевле Может Быть Пригодится Больше Ну Что Ну И Лиза Думать В принципе Нечего Все Таки Пойдет Вдобор Не Хочет Тратить Лизу Сейчас Посмотрим Что Выберет Еще Из Соколита Шоу Слем Лодхип Неплохо По Мне Я Опять же Разиграл Бы Наверное Лизу Хотя Кто Знает Может Игроки Знают Колоду Друг Друг И Им Легче Рассуждать В таких Ситуациях Ну Что В принципе Эксплоузель Засмотрится Неплохо Можно Было Разыграть Сильвана Но Сильвана Здесь Не так Сильно Смотрится Легкие Размены Были Как Мы Видим По руке Контроль Воина Сильвана Бы Немножечко Подрастроила Его Шилдмейтенка И На нее Есть Ответ В виде Команды Взять Ну И Наверное Пасаря Ну Слишком Может Слишком Много Карту Контроль Воина Мне кажется Здесь Ему Легко Удастся Вытерпеть Всю Агрессию Которую Только Может Нам Будет Увидеть От Ханта Можно Разыграть Белчера Можно Даже И Кровавый Вой Взять В руку Решает Разыграть Через Шилд Слем И Элизу По мане Вышло Вполне Семя Отлично Плюс Элиза Смотрится Против Тенетника Даже Разбафанного Намного Лучше Ох Все-таки Классная Колода Урода Я помню Еще Видео Гуляли По интернету В которых Можно Было Смотреть Вот эти Классные Мувики Которые Когда Выкладывалась Сильвана А потом Две Карты Притвориться Взятия И Сильвана Ворвала Карты Ну там И другие Комбы В принципе Веселые Это было Довольно Таки Интересно Смотреть Стэдди Шот И У Ханта Проблема Что и не Говори Можно Можно Сыграть Мриэль В принципе Но Она Не очень Хоть Нихорошо Не смотрится Здесь Игра Хол И Зомби Наверное Получше Даже Зомби Не выпускает Непонятно Зачем Он его Бережет Ну Да ладно Ага Еще Одна Карта Вот Официально Заявляю Что я Первый раз Вижу Эту Карту Вообще В Турнирной Игре Как она Вышла Я даже Ни Разу Не то Чтобы Мог Подумать Чтобы ее Использовать Но За 6 Маны 3 Тинетника Как по мне Это Слабоватенько Очень даже Слабоватенько И Еще один вопрос У меня сейчас Появляется Почему он Тогда Не взял Тундра Раяна Ведь Могло Это все Дело Получить Разбег То есть Рывок Но Видим Решил Что так Будет Лучше И Такие Себе Существа На самом Деле Не такого Классного Качества Заходит Прикольное Оружие Жаль Нет Маломайски Хорошего Дропа Третьего Чтобы можно Было Разыграть Ох Встречаются Две Очень Интересные Контроль Колоды Ну Как по мне Все таки Контроль Воин Здесь Смотрится Жестче Намного Жестче Ну что Неужели Думает Разыграть Квикшот Через Двойное Усиление К заклинаниям Если взять Верблюда Я не думаю Что есть У контроля Воина Первый Дроп Но зато Даже не в этом Дело Наверное Вот эта Легендарочка Будет Покруче Да Квикшот На 5 Интересно У воина Нет Никаких Заклинаний Поэтому Бояться Удвоины Колдовской Силы Не нужно Селивана Селивана Как я понимаю Грохол Ударит По этому Соуху Так Ну нужно Избавиться От Селиваны Конечно Она здесь Очень Не очень Мешает Только Как это Сделать Ну Метку Охотника Отдавать Сейчас Никак Нельзя Она Пригодится В дальнейшем Я думаю Это рот Полностью Понимает Всего Лишь 2 ХП Нужно Подбить Ох Тяжело Действительно Тяжело Дедли Шот Тоже Не хочется Тратить Думсер Ну Думсер Ну Посмотрим Как разыграет У нас рот Если честно Я теряюсь в догадках Что он здесь Хочет Сделать Вот так И И просто В лицо Ударить Как я понимаю Да Такой ход У нас Избрал Есть еще Рено Я Если честно Даже Предположить Не мог Что это Рено Воин Меня не смутил Ни зомби Ни Видимо Я уже совсем Запарился Совсем Замучился Что это у нас Рено Воин Ну Вот так Это у нас Рено Воин Не до конца Я понимал Смысл Рено Воина Я играл Им Если честно Но Недолго Просто Для того Чтобы Посмотреть На что Эта колода Способна Не более того Ой боже Такие колоды У них Это просто С ума сойти Так Ну как разумеется Сильвана умирает И Как я понимаю Умирает И бум И две бомбы Сразу вместе Отметки Охотника Что если Сильвана Выставить Просто в темп Как я понимаю Там уже Оружие Не сможет Отнять 5 урона Поэтому Будет тяжеловато Ну Можно Да В принципе Сыграть Кода Акалит Ушел Поэтому В принципе Побояться Практически Так Вернее Надеяться На то Чтобы Удастся Сыграть Кода Как-то Успешнее Нет Да Разыграет Он Отсмотрщика В помощь И Когда она Вышла Все Все Сомневались В нем Легендарки Две На Ханта Одна За Семь Другая За Три Так Они Не сыгрались Если честно В Мете Ни в какой Причем Не пригодились Ну что Ну что Можно Вызвать Да Вот Нет Наверное Все-таки Как-то Ждать Уже Просто Нельзя Из-за Того Что Ну Конечно Можно было Вызвать Эту Легендарку За Семь Под Собак Это Конечно Это же Абсолютная Мощь Но Ждать Нельзя Потому Что Уже Залетало На Следующий Ход Много Урона Да Класс Просто Класс Где Мы Еще Уидим Это Все Две Две Между Собой Играющие Легендарки Кроме Как В Таких Странных Колодах В Любом Случа Рот Повеселил Как Надо Просто Набирает Армор Не Выпускает А Нет Армор Смит Все Таки Вышел На Стол Зомби Все Держит В Руке Не Хочет Давать Лишнее ХП Ханту Здесь Идет Крошер И Как я Понимаю Селивана Тоже Не Задержится В Руке Она Нет Все Таки Хочет Оставить Ее И Сыграть В Контру Чему То Например Громыш Громыш Нажно Будет Убить Дедли Шотом В любом Случае Дэшбайт Смотрим Крошер Ломается Прекрасное Существо И Рено Рот Махает Головой Он Видимо Ждал Этого Рено Не То Что Я Так Ну Под контроль Можно Использовать Но Никак Нельзя Отдавать Дедли Шот Просто Никак Это Будет Смерти Подобно Да Наверное Лучше Разыграть Этот ход Пассивно Разыграть Хил Бота А потом Дальше Смотреть По возможности В дальнейшем Зачистку Нет Все таки Нанесет У нас По 2 урона Одному и другому Существу Да Не под контролем Тормор Смит И Стедишот По обычаю Тратит Лук Ну что Громыш У нас Выйдет Выйдет В этот Ход Посмотрим Что за Топ Дек Обезьяна Ну да Ладно Обезьяна Пока не так Уж И важна В принципе Да Выходит У нас Громыш И Громыш Очень классно У этого Дедли Шота Он очень Классно Его сэкономил Ага Даже Дедли Шот Не потратит Классно Заходит БГХ И сейчас Еще и будет Темп Неплохой На столе У Хантера Я думаю Ничего Он разыгрывать Больше не будет Классно Классно Все смотрится Неужели Неужели Даст Ханбой Все-таки Контроль Войну Для меня Это будет Если честно Очень большим Сюрпризом Я С самого Начала Скажем так Поставил На Война Я не понимаю Почему Не разыгрывает Зомби Ничего Я не знаю Почему В контроль Войне Так важно Контроль Война Так важно Вот эти 5 хп Которые Ну Ладно Видимо Ему виднее Дедли Шоточки Тратится Не хочет Отдавать Вот этот Темп Два Мелких Существа Он понимает Что Рот Понимает Что Войну Сейчас Будет Тяжеловато Защитить Их Обоях Нет Мелких Под контроль Заклинаний Ага Ну Что Я считаю Что Здесь Разыграть Авезьяну Будет Абсолютно Правильным Решением И Еще И Огр Ну Вот Наверное Близко ГГ Ну Что Теливана Воруем Что Лучше Своровать Даже Не знаю Ну Ладно Это Хоть Прикольно И В лицо Еще Еще Одно В лицо Да И В лицо Классная Партия Просто Классная Я Хочу Увидеть Еще На самом деле Пятый Поединок Между ними Я Очень Расстроюсь Если Проиграет У нас Рот Он Достоин Победы Очень Классно Играет Так Что За Легендарка У нас Тут Появляется Неожиданно А Это Да Очень Круто Очень Круто Ну Если Все В лицо Еще Три Собаки Все В лицо Тогда Это Будет Летал Но Но Тут Да Не Промахивается У нас Обезьяна Тут Тоже Есть Рано И Сейчас Будет Жесть Просто Жесть Будет Очень Здорово Если Собаки Все Таки Ну Две Бейз Нет Боже Это Просто Смешно Это Просто Смешно Сейчас Если Собаки Будут Умирать Они Тоже Будут Приносить Липрогномов Это Просто Веселье Дикое Безудержное И Только Не Липрогном Липрогномов Ворвать Будет Да Это Был Наверное Такой Отчаянно Неправильный Ход Но Да Ладно И Пошло Веселье Ну Есть Рено Поэтому В принципе Можно до конца Не опасаться Боже Что за Безумие Происходит Пипец Просто Пипец Надо Бить Что Это За Жесть Я не знаю Извините Я не могу Уже Сдержаться Это Просто Какое-то Безумие Абсолютно Этот Матч Войдет В историю На самом деле Этого Турнира Я Нисколько Не удивляю Не удивлюсь Это Просто Класс Это Можно Тролдону Скидывать И Это Просто Круто Да Липрогномов Масса Сейчас Их Станет Еще Порядком Больше На Три Ох Кстати Интересно После Нерфа Липрогнома Сделают ли Эту Легендарку Немножечко Подешевле Может быть Она Где-то И заиграет Ну Если Сделают Подешевле Интересно Обратят ли На нее Внимание Сейчас Она Немного Неиграбельна Хотя Возможно Когда БГХ Станет Уже Стоит 5 маны Все больше И больше Сейчас Начнут Заходить Ну что Ну да Да Игрывают У нас Партию 3-1 Джоли Как мы видим Побеждает Для меня Это был Наверное Пока Лучший матч Турнира То что мы Сейчас Увидели Эти собаки Которые Не били Туда Куда Нужно Просто Потрясающе Досмотрим Этот матч До конца Все Гипрогномы Разобьются Я думаю Так И будет Здесь Создан Летал Смотрит Какое Там Легендарное Существо Еще Пришло Да Ну что Прощаюсь На этом Моменте С вами Всем пока Подписывайтесь На канал И Будем Смотреть Еще Более Веселые Мальчи Всем пока Субтитры Субтитры